На центральном рынке Ак-Тубе разгорается нешуточный скандал между арендаторами и стихийными торговцами. Предприниматели жалуются, что остались без дохода из-за нелегалов, которые устроили бойкую торговлю рядом с базаром. Лейла Ауесова выслушала все стороны конфликта. У нас вообще торговли нету. Мы платим СОС. Десять дней у нас лабораторию собирают. Налог мы платим. ИП у нас. Все у нас есть. Мы оплачиваем. Но торговли у нас нет. Вот они все стоят. Здесь, здесь, оттуда. Сегодня предприниматели, которые легально торгуют на центральном рынке, расшумелись не на шутку. Они выступают против стихийной торговли, которая процветает вокруг центрального рынка. По словам возмущенных людей, нарушителей никто не штрафует. Полиция никаких мер не принимает. Разовые рейды никакого эффекта не приносят. Десятки нелегалов буквально оккупировали прилегающую территорию. Не платят налоги и продают товар прямо с земли. Здесь и овощные салаты, и домашний айран, и даже требуха. Прохожих такая антисанитария явно не пугает. Но терпение у арендаторов лопнуло. Они требуют убрать конкурентов, которые мешают им спокойно работать. Каждый год одна и та же проблема. Вот эта сезонная продажа ихняя. Они, в общем, здесь их никак не уничтожили. Есть места. В Арае есть места. Они хотят вот здесь вот стоять. Как земли продавать. Как земли продавать, да. Хотя это считается антисанитарией. Мы просим так, чтобы возле рынка было чисто. Предприниматели уже не знают, как бороться со стихийной торговлей. Пока у одних доходы падают, у других кипит бойкая торговля. Нелегалы выбирают самые оживленные участки, где высокая проходимость. Я вот зимой салат торгую, летом фрукты торгую. Мне как-то жить надо. Работы нет. Работы нет. Мне 60 лет, мне нигде работу не возьмёт. Власти об этой наболевшей проблеме знают, но принимать жёсткие меры к нарушителям не решаются. И просят войти в их положение. Кто вот сейчас занимается стихийной торговлей, это женщины очень, как говорится, в трудном положении. Они находятся в тяжёлой ситуации. Многие безработные, многодетные мамы, матери-одиночки. Они не от хорошей жизни начали вот эту деятельность. Местная полицейская служба ведёт по своей компетенции, по функциональным обязанностям ликвидацию стихийной торговли. В Акимате затруднились ответить на главный вопрос, когда же компетентные органы смогут ликвидировать стихийную торговлю, которая не только портит облик городских улиц, но и может стать причиной массового пищевого отравления горожан. Ведь за качество продукции ответственности никто не несёт. Лайла Уэсова, Жумарко Дайбергенов, телеканал ТДК-42, Октубе.